Skoda Superb 2016 года за 20 500 евро. Нифига себе, скажу я вам. Продавец пишет, не бита, не крашена, вся в родной краске. Есть один маленький подкрасик, ну совсем несущественный. Пробег родной, 265 тысяч километров, продается в Винните. Официйное обслуговывание, гаражное хранение в ДТП не было. Дуже гарный стан, вклады не потребует, властное авто, ну все как обычно. Мотор двухлитровый, коробка автоматическая, кожа рожа, все на фуле, дуже гарна комплектация. Ну что, ребят, давайте проверять, насколько там гарна комплектация и стоит ли эта тачка своих денег. Переходим на корвертиков. Вот наша Skoda Superb и сразу видите, что у нас есть фотография ДТП. Ну давайте начнем сначала. По хронологии машина из Чехии, потом продавалась в Словакии и с 20-го года в Украине. Есть повреждения, давайте посмотрим. Ух, елки-палки. Шо нам пишут? Активная безопасность, то бишь подушки, кондиционер пострадал, части двигателя, элементы кузова, внешние световые приборы, стекло, пассивная безопасность, структурные элементы кузова, обивка салона. Значит, она где-то в морду приехала, лобовое стекло, дверь, ну короче, морда размочена, стекло разбито, до мотора достало, серьезнейшее повреждение насчитала страховая 400 до 410 тысяч гривен страхового платежа. Кстати, недавно один умник рассказывал, что за 400 тысяч можно бампер поцарапать и выплатят такую сумму. Давайте посмотрим, у нас же есть фотография дефектовки. Бампер поцарапан, смотрите, ребят, тут просто поцарапан бампер. Правда, до мотора достало. Шо у нас тут? Безопасность стрельнутая. Мотор пострадал, ну это как американец, ребят, как американцы приходят с разбитой мордой, только стоят они на порядок дешевле, да, американца 16-го года можно купить и за пятнашку. Ну, ребят, безопасность вся стрельнутая, это, ну, не продавашки, ребят, даже тачки из Америки, которые с вот таким видом приходят, ее хрен продашь. Вот стекло, видно, треснуто. Дальше, пробег. Естественно, там была пробега 265, тут почти 290, ну, то есть, что-то маловато скрутили, ребят, а что так скромно? Почему всего лишь там 30 тысяч скрутили? Надо было крутить, как обычно, чтобы было 190 тысяч, тогда все поверили. Машина в серьезном ДТП. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт CarVertical, сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%, вводите в ВИН-код нужного автомобиля и видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт CarVertical, вы можете ввести мой промокод автоспикер и тоже получите скидку 20%. Volkswagen Passat 2010 года, B6 с пробегом 210 тысяч километров. Но вы знаете, я в такой пробег на дизельных машинах не поверю, которым уже 13 лет. Давайте смотреть. Машина из Франции, продается в Ивано-Франковске. Мотор двухлитровый, дизель, коробка механическая. Что у нас пишет продавец? По новым правилам приходится блюрить, но такие правила. Итак, у нас в описании Passat B6 идеальный, пригнанный в 2021 году из Франции, от первого властника. На 200 тысяч сделано полное ТО, масло, генератор, тасол, ремень ГРМ, помпа, все расходы, четыре стейки, тормозные диски, колодки, ридина. Непонятно, зачем делать такое большое ТО, если пробег всего 200 тысяч. Давайте проверять, посмотрим, такой ли тут хороший пробег, как нам пишут. Переходим на карвертикал. Вот наш Volkswagen Passat. Давайте начнем с хронологии. Машина действительно из Франции, из 2021 года в Украине. Давайте смотреть пробег. Самое интересное. А у нас тут в 2018 году пробег был уже 280 тысяч. А по украинской базе пьется, что в 2021 году там пробег был уже 190 тысяч. У машины было всего два властника, один во Франции, другой в Украине, поэтому кто-то из них нас обманывает. 100 тысяч скрутили еще в 2021 году, это 100%, но мы не знаем, сколько она наездила. С 2018 по 2021, 280 и 190, а также мы не знаем, сколько она по факту наездила с 2021 по нынешний. Поэтому минимум 100 тысяч скручено и большой вопрос, сколько она наездила с 2018 по 23 за 5 лет. Поэтому у машины в любом случае пробег за 300. Volkswagen Passat 2006 года с пробегом 218 тысяч. Это у нас B6, продается за 7200. Мотор двухлитровый дизель, коробка автомат. По машине, как обычно, все в огнях. Прошла большое ТО, все поменяли, все классно. Ну, ребят, 2006 год и 218 тысяч. У меня большие сомнения. Давайте проверять. И все бы, в принципе, ничего. Тем более, что у нас данные только до 2008 года. Машина была в Италии, потом продалась и куда-то уехала. Ну, давайте, чисто ради интересного. А сколько же там было в 2008 году? Ой-ой-ой. А в 2008 году пробега уже было 176 тысяч километров. Ребят, машина в первый год своего существования, с 6 по 7, наездила уже 113 тысяч. То есть машина или как коммерческая использовалась, или там какой-то очень серьезный водитель. И за следующий год еще 60 тысяч наездили. То есть совокупно за два года машина наездила 176 тысяч километров. По украинской базе она появилась в 2012 году. Но у нас пока еще так сильно не ведется учет. Поэтому сколько там было после этого потерялось. И теперь спустя 15 лет машины всего лишь на 50 тысяч. Ребят, ну, у меня большие сомнения насчет такого пробега. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Продавцы просто без тормозов продают Шкоду Октавия 2009 года. И рассказывают, что там пробега всего 180 тысяч километров. Ну, кому вы это хотите? Значит, это А5 в рестайлинге. Мотор двухлитровый дизель, коробка механика. Ну, все говорит о том, что на этой машине много ездили. Он тут расписывает, что там максимальная комплектация. Оригинальный лаурил Клемент. В Европе один-единый властник. Впевненные автомобили над 100%. Рекомендую. Господи. Ладно, значит, у нас по машине, как обычно, все в огнях. Девятый год, пробег 180 тысяч километров. Ни бита, ни крашена. Все в идеале. Давайте проверять. Вот наша Шкода Октавия. Сразу видим, что было повреждение. Но это, естественно, не единственная ее проблема. Так, машина из Чехии. Два ДТП. Тихосмотр, тихосмотр. Из 21-го года в Украине. Давайте смотреть, что там за повреждения были. От 20 до 30 тысяч гривен в 2010 году. По курсу 8 долларов был. Кто забыл? Курс считают, но момент ДТП. Мы это уже проверяли. Значит, повредили элементы кузова, внешние цветовые приборы, структурные элементы кузова. Ну, короче, она в морду, а и в жопу тоже получила. На 30-ку гривен. Ну, то есть, это трешка евро, грубо говоря. Доллар 8, евро 10. Дальше. До 15-ки элементы кузова, двери и в жопу. А, и в эти двери, слушайте. Вроде так, повреждение не такое дорогое, да, но по кругу. По чуть-чуть, но по кругу. Ладно. Опять же таки, не это главное. Пробег. Значит, 180 тысяч километров, говоришь. А 400 тысяч не хотел. И опять же таки, это же она в 21-м году попала в Украину. И пробег сразу же скрутили. А сейчас в 23-м, там 180. То есть, еще два года с 21-го по нынешнее время. Мы не знаем, сколько она наездила. Ну, как минимум 220 тысяч, 225 тысяч километров скручено. Это минимум, а то и больше. То есть, по факту, там уже пробег близится к полмиллиона, как минимум. Renault Megane 2011 года за 6800 долларов с пробегом 207 тысяч километров. Продается у Белии церкви. Мотор 1.5 дизель, коробка механика. Все, как мы любим. Ни беда, ни крашена, пробег родной. Ну, и давайте сразу проверять. Переходим на Carvertical. Renault Megane. Давайте, как обычно, с истории начнем. Машина из Польши. И там было два ДТП. С 23-го года в Украине. Давайте посмотрим, что за ДТП. ДТП маленький. В 2014 году до 20 тысяч. И до 5000 еще одно. Тоже в 2014 году. Это несерьезно. Но самое интересное, пробег. Естественно, смотан. В 23-м году в Польше был пробег почти 280 тысяч. Ну, и смотали эти же 80 тысяч. Было почти 200. Странный. Почему не 199? Но, тем не менее, пробег мотанный. Было два ДТП. Поэтому, по-любому, как минимум, подкрасы есть. Так что, классический случай. Реномастер на проверке просили коммерческую технику. Получайте. 2011 год. Пробег 280 тысяч километров. Продается у Мисте Дрогобыч за 12-200 долларов. Пробег 2,3 дизель. Коробка механическая. Как обычно, все в огнях. Пишет, что владеет им 3 года. Машина супер. То покупай. Ну, давайте проверять. Наш Реномастер, сразу видите, что была проблемка со спидометром. Да, точнее, с пробегом. По истории, машина из Франции. ДТП не было. И... Так, ну, я по украинской базе смотрел. Она в Украине с 2020 года. Ну, немножко интригу подержу. Одометр. Ба-бам! В 2019 году во Франции пробег был 343 тысячи километров. А в 2023 году уже 280. По украинской базе машина в 2020 году уже была с пробегом 220. Соответственно, скрутили 120 тысяч километров. И после этого машина еще с 2019 по 2023 год ездила 4 года. Ребят, 4 года. Коммерческая машина. То есть, можно было наездить 100, 200 и больше тысяч километров. Поэтому пробег там явно больше, чем 400. Скорее всего, ближе к полумиллиона. Вот вам и коммерческая техника. Друзья, вы точно так же можете проверять машины, не выходя из дома. Достаточно перейти на сайт CarVertical. Сделать это можно по ссылке, которая у меня в описании. По ней вы сразу же получаете скидку 20%. Вводите в ВИН-код нужного автомобиля. И видите полную его историю. Или же, если вы просто зайдете на сайт CarVertical, вы можете ввести мой промокод автоспикер и тоже получите скидку 20%. Проверяйте машины CarVertical. Пользуйтесь моим промокодом автоспикер.